Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня поговорим с вами о пособиях для детей, которые приезжают на территорию Польши со своими родителями. Поэтому, если для вас это интересное видео, то продолжайте смотреть дальше. Начну вам с того, что неважно, если вы приезжаете сюда в Польшу работать, учиться и так далее, то это не означает, что первым делом вам нужно бежать и оформлять пособия. Конечно, всё понятно, вы платите здесь налоги, если вы начинаете, конечно же, платить здесь налоги, то тогда можно оформить. Но если вы приезжаете только-только-только, ещё даже не оплативши никаких налогов, то о каких пособиях мы можем с вами говорить? Конечно же, к сожалению, нет. Поэтому это видео больше будет для тех иностранцев, которые проживают здесь уже не первый месяц, а даже не первый год, которые имеют карту побыта с доступом к рынку труда. Первое пособие, которое самое популярное, это мы говорим о том, когда мама рожает ребёнка. То есть, послеродовые, так называемые, бочаковые. Это единоразовая сумма 1000 злотых, которую вы можете получить, если ваш доход в 2019 году не превышает 1922 злотых на одного человека в семье. Но и вам, чтобы получить это пособие, нужно оформить после родов в течение 12 месяцев на данное пособие в центре Швячин, то есть там, где оформляются все пособия. Ну и самое главное, которое я буду вам всё время напоминать, у вас должна быть карта с доступом к рынку труда. Следующий вид пособия – это кочняковые. То есть, это тоже как бы послеродовые пособия, но это пособие выплачивается в течение 52 недель, если у вас один ребёнок, 65 недель, если вы родили двоих детей сразу же, 67 недель, если вы родили троих детей, 69 недель, если 4 ребёнка родилось одновременно, 71 неделю, если 5 и больше. И таких случаев, конечно же, бывает очень редко. И в период этих недель, в зависимости от количества родивших детей в одновременно, вы получаете 1000 злотых каждый месяц. Но это пособие могут оформить только те люди, которые трудоустроены были на умове злицения, либо же на умове дела и не получали декретные выплаты. Также такое пособие могут оформить безработные, а также студенты, которые родили ребёнка. Самым главным нюансом здесь, который нужно помнить, это после рождения ребёнка вы должны оформить данное пособие в течение трёх месяцев. Конечно же, всем уже известно, наверное, эти 500+, висят уже на каждой остановке, на автобусах, о том, что каждый теперь с 1 июля 2019 года каждый гражданин Польши, а также иностранец, с картой временного побыта, с доступом к рынку труда, со сталым побытом, с картой резидента Евросоюза, может оформить даже на первого ребёнка 500 злотых каждый месяц до 18 лет. Данное пособие вы можете подать, как в любом отделении ПЗУ, также через интернет можно подать, через отделение банка, а также через ещё отделение почты. Данное вид пособия может оформить один из родителей, то есть это либо мама, либо папа, самое главное – это условия, чтобы у вас была карта с доступом к рынку труда, либо же сталый побыт, либо же карта резидента Евросоюза. Следующий вид пособия – это 300+, либо же, как ещё называют его, добрый старт. Если честно, это самое маленькое пособие, которое может быть, потому что это единоразовая выплата в год, это небольшая помощь для родителей, для детей, которые учатся в школе. Родители могут получать на ребёнка такое пособие от первого класса до 18 лет один раз в год. К сожалению, те родители, точнее, те дети, которые идут в взрывку, данное пособие получать не могут. Также данное пособие вы не можете оформить, если ваши дети учатся в полициальной школе, либо же в университете. Что касается родителей, у которых дети есть инвалиды, то они имеют право получать такое пособие один раз в год до 24 лет. Следующее, можно сказать, это не пособие, а, наверное, больше льгота, налоговая льгота на ребёнка. Каждый год, когда вы рассчитываете подоходный ваш налог, то есть за предыдущий год, то есть, например, в 2020 году с февраля по апрель месяц мы будем рассчитывать за 2019 год все те, кто работал легально здесь, в Польше. То есть вам работодатель будет выставлять ПИД-11, на основании него вы будете рассчитывать ПИД-37. И если ваш ребёнок проживает на территории Польши вместе с вами, тогда вы там будете его указывать. И скажу вам, что это не маленькая сумма, которую вы можете вернуть. Данную льготу может только один из родителей, то есть либо мама, либо папа, либо если вы рассчитываете вместе налог, тогда просто придёт одному из родителей на банковский счёт. И на первого ребёнка возвращается налог 1112,4 гроша, на второго ребёнка такая же сумма возвращается. Что касается третьего ребёнка, на третьего, точнее, ребёнка, возвращается сумма 2000 злотых. И если у вас 4 и больше детей, тогда 2700 злотых на каждого последующего ребёнка. Единственным условием здесь, я вам скажу так, я знаю, что многие иностранцы вписывают в свои ПИД-37 детей, даже если они не проживают здесь, на территории Польши. Но поверьте, уже были случаи, когда вызывали людей, чтобы сделать корректу, либо же оплатить штраф и заставляли их вернуть эти деньги. Поэтому, пожалуйста, не играйте с этим. Конечно, всё должно быть логически. Если вы здесь работаете, платите налог, и если ваши дети здесь с вами находятся, то вы имеете право вернуть данную льготу, такую налоговую. Если же дети находятся в другой стране и не проживают вместе с вами, к сожалению, такой налог вы не можете вернуть. Следующее пособие – это защилок родинный, либо же семейное пособие его по-другому называют. Этот вид пособия могут оформить родители, которые находятся в такой непростой ситуации финансовой. Самое главное условие должно быть, что ваш доход не превышает 674 злотых на человека в семье. И тогда вам будут выплачивать, если у вас есть ребёнок от 0 до 5 лет, 95 злотых каждый месяц. Если же вашим детям от 6 до 18 лет, тогда это пособие будет выплачиваться в размере 124 злотых. Что касается детей в возрасте 19-23 года, тогда такое пособие будет выплачиваться в размере 135 злотых. Следующее пособие, вытекающее из этого пособия, есть защилок выховавчий. И данное пособие могут оформить не все родители, только те, кто оформил защилок родины, так как это дополнение к семейному пособию для тех родителей, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком. И данное пособие выплачивается в размере 400 злотых в течение двух лет, если у вас один ребёнок, в течение трёх лет, если же вы присматриваете за близнецами, либо же у вас несколько детей, и в течение шести лет, если у вас есть справка о том, что ваш ребёнок является инвалидом. Дальше, следующее, наверное, это не пособие, тоже как скидка, либо же бонус для родителей, это карта Дужи Роджины. Если ваша семья состоит из трёх и более детей, тогда вы можете оформить данную карту Дужи Роджины и пользоваться во многих магазинах, а также партнёрах данной карты со скидками. Вы также имеете право воспользоваться этой картой при покупке билетов на ЖД вокзале, на какие-то туристические поездки, входы в музеи, спортивные центры, отели, торговые магазины. Поэтому стоит её оформить, если у вас от трёх и больше детей, и вы проживаете на территории Польши, и средний где-то процент скидки составляет от 7 до 10%, в зависимости от выбранных вами услуг. Следующее, наверное, дофинансирование, помощь родителям, это дофинансирование на затруднение опекунки для детска. Что это значит? Если вы собираетесь трудоустроить к себе няню, то вы имеете право получить такой грант, можно сказать, либо бонус по-другому, для родителей, которые есть дети от 20 недели до 3 лет. Также те родители, которые лишены, можно так сказать, декретного отпуска, отцовского отпуска по уходу за ребёнком, но и также родители, независимо от жизненной ситуации в семье. Финансирование основано на том, что государство будет вам доплачивать 50% от минимальной заработной платы, которая сейчас составляет 1125 злотых брута. Если же няня будет зарабатывать больше, тогда излишки её зарплаты вы будете покрывать самостоятельно. Для того, чтобы оформить такой грант, вам нужно официально трудоустроить к вам няню и подписать с ней договор. Следующий вид пособия – это «Шведчаня-упекунша». Данное пособие предназначено для родителей, у которых дети инвалиды, и оно оплачивается как по уходу за ребёнком. Ежемесячная оплата в размере 1084 злотых и 40 грош, вроде, если не ошибаюсь. С ноября 2019 года эта сумма будет выше, и она будет составлять 215 злотых 84 гроша. Далее, это специальное пособие по уходу. Оно составляет 520 злотых с ноября месяца. Эта сумма вырастет, и она будет составлять вам 620 злотых. И каждый месяц данную сумму могут получать родители, которые, к сожалению, не могут работать, потому что присматривают за ребёнком инвалида. И данное пособие могут оформить только те родители, у которых доход не превышает 764 злотых на человека в семье. Пособие по уходу 1406 злотых могут оформить только те родители, которым пришлось уволиться с работы для того, чтобы присматривать за ребёнком инвалидом. И последнее пособие – это рефундация коштов опеки над детским. Что это означает? Если вы мать-одиночка, либо же отец-одиночка, который живёте на территории Польши, зарегистрирована в Уженде праце, официально работаете, получаете минимальную зарплату – 2250 злотых, то вы можете получить данное пособие по уходу за ребёнком до 7 лет. Пособие это колеблется в зависимости от вашего трудового стажа, и средняя выплата данного пособия от 680 до 850 злотых. И всё будет зависеть только от места проживания, от воеводства, а также от вашей ситуации. Родители-одиночки на территории Польши имеют льгот, привилегии, то есть вашу заявку, например, в тот же государственный ясли, либо садик рассматриваются первые. Вы также получаете помощь по учебным пособиям для вашего ребёнка, поэтому всё зависит от вашей ситуации. Если вы сомневаетесь, какое вам пособие оформить, то лучше всего тогда обратиться в центру Мшваджинь, именно беспосредственно, где оформляют данные пособия, и узнать о пособиях, касающих именно вашей ситуации, вашей семьи. На этом у меня сегодня, в принципе, и всё. Надеюсь, это видео было для вас полезным и информативным. Если остались у вас какие-то вопросы о пособиях, то пишите мне в комментариях. Я вам также продублирую ещё раз все названия пособия, а также условия каждому пособию в инфобоксе. Поэтому под видео есть стрелочка вниз, разворачивайте и смотрите там информацию. Ну а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока!